Добрый день! Сегодня хотелось поговорить, как подготовиться к экзаменам на английском языке. Медицинский английский этап для чего нужен? Для тех, кто собирается работать врачом на международном уровне, общаться с зарубежными коллегами, знакомиться с достижениями зарубежной медицины самостоятельно. Очень важно владение английским языком на профессиональном уровне. Данная подборка будет вам полезна. Какие существуют экзамены для медиков можно здесь посмотреть и как подготовиться и пользуясь нашими презентациями, как подтянуть медицинский английский. Перед вами онлайн ресурсы по медицинскому английскому. Можете перейти по этим ссылочкам, выбрать для себя наиболее понравившиеся. Здесь представлены основные пособы по медицинскому английскому. И, конечно же, серьезно изучать медицинский английский необходимо с носителями языка, владеющими медицинской лексикой, соответствующими знаниями, квалификациями и опытами преподавания медицинского английского. На этом сайте можно найти отличных преподавателей. Как работать с медицинскими статьями на английском языке? Сама же статья дается не с первого раза, оказывается достаточно сложная. Но сначала надо ее прочитать вслух и понять только общую идею. Потом надо читать по абзацам и уже потом переводить. Делать так, читать вслух абзац, потом выписывать незнакомые слова и выражения, переводить их, потом снова читать вслух, уже понимая полностью смысл текста. Итак, двигаясь от абзаца к абзацу, вы прорабатываете всю статью примерно за два часа. В результате выписывается 20-60 незнакомых фраз и слов, которые зачем еще раз прочитываются вслух. Ну и стараться выписывать фразы и даже целые предложения, в которых нашли незнакомые слова, чтобы лучше их вспоминать. Можно, конечно, щелкать на сайте с активированным решением принадлежа на них, и они будут автоматически добавляться в словарик. Можно, конечно же, использовать так называемый метод Голд-листа. По ссылке можно перейти, почитать этот метод. Используются основные три тетради. Бронз, Силвер, Голд и на первой странице пишут дату, выписывают слова на английском языке, их переводят. Ну, пока просто не пытаемся запомнить, просто записываем новые слова. Сколько слов выписывать, ограничений, конечно же, не существует. Ну, сколько нужно вам. И затем тетрадь кладем в сторону и забываем о ней на две недели. Ну, и по истечении этого срока на новой странице делаем запись с новой датой и выписываем те слова из прошлых списков, которые не запомнили. Новый список с новой датой. Слова, которые хорошо вошли в память, вычеркиваю. Суть, что в новом списке должно быть на 30 процентов меньше слов. И если процент будет больше, то, конечно же, это хорошо. И в списках выставляем только самые нужные, часто употребляемые слова. Это очень важно. И опять оставляем тетрадь на две недели. Возвращаемся к спискам и отсеиваем слова, которые вы помните, вычеркивая их. А те слова, которые требуют проработки, снова выписываем. И у вас уже должен получиться новый список на 30 процентов меньше. И таким образом вы переписываете слова каждые две недели, исключая те слова, которые со временем вы запомнили. Но на этом работа со статьей не заканчивается. Так выглядит этот метод, так выглядит этот приблизительный листик словами, куда мы выписываем каждый день. Далее снова прочитываем всю статью, но уже про себя и закрепляя Продина, чтобы получить целостное впечатление от статьи. Конечно, в этот раз стать будет гораздо интереснее и приятнее. Только лишь несколько слов со списком выписанных слов. А сама статья, конечно же, окажется весьма ценная. Потому что, кто владеет информацией, тот владеет всем. В общем, позанимайтесь больше двух-трех часов, а завтра обсудите эту статью с насилием, всевозможных программах, например, Анастезия Раундс или других. А вы таким образом активизируйте эти новые слова. И материал будет хорошо прорабатывается, конечно же. И теперь же к такому вопросу, как же пользоваться слайдами, которые будут перед вами. Надо больше смотреть, больше произносить слух. Изучаем незнакомые слова, опять смотрим, произносим слух. Пытаемся самим рассказать данный текст, который вы уже прослушали. Но мы используем здесь метод чтения Ливиума Франка, чтобы изучение на истерном языке состоящее, состоящее в чтении смеси текста на оригинальном языке и переводе. Ну и, конечно, для разговорной речи лучше использовать метод Замяткина, очень близкий к разработкам Пимпслера. Та же работа над диалогами, тот же интенсивный труд, та же обещанная скорость усвоения. Хотя разница подходов автора в том, что по Пимпслеру английским изучать между делом, а по Замяткина это постоянная самостоятельная работа. Ну и, конечно же, для лучшего произношения вбиваем абзац, например, слайд. С слайды берем абзац с английским текстом и мы вставляем угол переводчик. И там есть такая кнопочка прослушать. Слушаем, 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 затем читаем, вслух опять читаем, опять слушаем. И так несколько раз и чтобы она хорошо отложилась. И увидите, что много будет и ваше произношение лучше и более лучше будет запоминать. Ну и, конечно же, чтобы правильно писать, нужно постоянно выписывать новые слова и проверять себя диктанты. Слушаем, пишем, проведем. Слушаем текст, пишем и проверяем. И тогда мы подходим к нашей цели. Сдаем сертифицированный экзамен. Такой международный тест на основном английском языке для медицинских работников, который состоит также как IELTS из четырех частей. Аудирование, читение, письмо, говорение. Ну, только на медицинские тематики с медицинскими словами. Ну и данный компонент состоит из двух частей, каждой из которых значительно 20-28 вопросов. Каждая часть, в свою очередь, состоит из 15-минутной аудиозаписи с паузами, которые даются для того, чтобы экзаменующий успел записать ответы. Ну и запись воспроизводится только один раз, поэтому ответы нужно записывать во время прослушивания. Ну и данная часть, оценивая способность кандидата понимать и объединять информацию посредством методик скольжения, сканирования. Комитарь должен прочитать 3-4 короткие тексты, в целом 650 слов, которые относятся к одной теме, и вставить пропущенные слова в текст, который является кратким конспектом предыдущих текстов. Ну и часть B, это уже вопросы с одним правильным ответом, это ведь 7-45 минут надо пройти эту часть B. В этой части появляется способность кандидата читать и понимать сложные тексты на медицинские темы, которые обычно могут зайти в научных журналах. И уже после прочтения двух текстов, это 600-800 слов каждый, нужно ответить на 16-20 вопросов с вариантами ответов, один из которых является правильным. Ну и письмо, конечно же, этот компонент занимает 45 минут, и ориентированно на одной из профессий, которые упоминались выше, кандидат должен справиться с одним заданием, которое включает свою вводную часть в виде, например, истории болезни непосредственно задания, которое может требовать написать письмо на предъявления к врачу, письмо, сообщающее про переведение или выписки письма с рекомендациями относительно лечения и так далее. Часть А – это консультация. Во время выполнения этой части появляется способность врача записывать важную информацию во время приема больного. То есть кандидат должен послушать радиозапись диалога между врачом и пациентом и сделать определенные заметки. Ну и часть Б – это уже презентация. Во время выполнения этой части появляется способность понимать короткий разговор на медицинскую тему, которая действительно может произойти на рабочем месте, должен прослушать аудиозапись диалога или инфекции и выполнить ряд заданий. Типы заданий в аудитории включаются в вопросы, определенные набором ответов, один из которых влияется правильно. Ну и вопросы, на которые предусмотрен короткий ответ, варианты не предоставляются. Заполнение таблиц или вписание слов в пропуск и выбор на выборный, подходящийся, утверждите из списка. Делаем чтение, состоит из двух частей, занимает 60 минут. Тема текста подобрана так, чтобы подходить под силами любой медицинской профессии. Часть А – подведение итогов. Разговорная часть остается каждым, когда в миссуале и занимает обязательно 20 минут. Как письмо, данный компонент является специфическим для каждой профессии. Кандидат принимает свою профессиональную роль, например, медсестра-автория, как экзаменатор, становится пациентом. Ну и, например, оценивается данная часть двумя экзаменаторами, которые уставляют оценки независимо друг от друга. И экзаменатор, который принимает экзамен, то есть собеседник, не принимает участие в оценке. Ну и рассматриваются, конечно же, баллы за каждую. Самая высокая оценка – это А. И таким образом остается общая оценка за джамена по категориям. Оценка А очень высокая, Б – высокий, С – хорошая, однако, именно для медицинских органов, а и Д – Е – средний, Е – мельский. Ну и, конечно же, наша основная задача, параллельная, это подобранные темы презентации, подобные для сдачи экзаменов по настизиологии на английском языке. И, конечно же, определенные темы, мы подтягиваем знания по определенным темам. И, конечно же, удачи нами, терпения. Короткая вишенка самая полезная, что все-таки слишком длинные списки слов, которые только демотивируют лучше и меньше на лучше. Ограничиться лучше, конечно же, 10-20 слов за раз. Выписывать слова, но не возвращаться к ним, конечно же, это абсолютно бесполезные занятия, потому что интервальное повторение – это наше все. Ну, конечно же, недостаток аутентичных источников. Мы учимся по книгам, но для решения слова на запасы нужно выходить из этой зоны, читать больше, слушать, смотреть настоящую речь. Вот, например, на йоглише, да, можно забить, например, мы не знаем, как это слово звучит. Мы можем забить и послушать, как оно звучит, например, с английским акцентом, английским и американским. Ну, и, конечно же, плохо организованы списки слов, мешанина, которой не хочется возвращаться, и ненужная лексика, то есть у меня записывать даже то, что я никогда не буду использовать на родном языке. Так же, конечно, лучше это не делать.